Если вы хотите узнать, на что была похожа жизнь в СССР, есть одно место, где советский дух словно застыл во времени. И для этого даже не надо ехать в Россию. Речь идет о городке Баренцбург, расположенном за полярным кругом на земле норвежского архипелага Шпицберген. Когда в 20-х годах Советский Союз получил здесь права на разработку месторождений, городок превратился в полную жизнь и советскую общину. Но когда коммунизм развалился, развалилась община о том, как старая советская мечта помогает сохранить прошлое. Это наследие, которым нельзя гордиться. Груды металлолома, засоряющие первозданный арктический ландшафт, накренившиеся здания и трубы, выбрасывающие черный дым на фоне покрытых снегом гор. Следы советской промышленной деятельности на архипелаге Шпицберген – неприятная картина. Однако здесь руководствуются принципом «чем хуже, тем лучше». Местные жители любят рассказывать, как в советские времена, когда норвежцы приезжали в Баренцбург, они часто выражали удивление и даже зависть к благосостоянию поселка. Времена, конечно, сегодня другие, но советское наследие по-прежнему приводит сюда норвежских туристов, а с ними и столь необходимые наличные. Именно поэтому, когда местная администрация нашла старый транспарант с надписью «Наша цель – коммунизм», она не стала выбрасывать его, а вместо этого обновила буквы и повесила стяг на центральной площади Баренцбурга. Коммунизм уже давно не является целью жизни, но быстро превращается в средство существования. Проржавевшее советское наследие острова внезапно превратило его в место паломничества для старших поколений западных туристов. И хотя экскурсоводы слишком молоды, чтобы помнить о Холодной войне, они с радостью извлекают выгоду их стереотипов, был их времен. У нас здесь были проблемы с алкоголизмом, так что туристы всегда меня спрашивали об этом. Но теперь у нас новые правила. Наши шахтеры могут покупать только одну бутылку водки в месяц, так что теперь проблем нет. В 1980-х годах Баренцбург был активно растущей общиной, и Советский Союз был настроен на то, чтобы поддерживать это присутствие любой ценой. Стратегически расположенный на полпути между Северной Америкой и Западной Европой архипелаг Шпицбергенц является частью Норвегии, но имеет особый статус, позволяющий другим странам основывать там производственные базы. В разгар Холодной войны он являлся самым западным аванпостом СССР. Сегодня он превратился в последний из достоверно сохранившихся реликтов Советского Союза. Баренцбург – это то, что произошло бы, если бы Советскому Союзу на два десятилетия перекрыли любую финансовую поддержку. Это любопытное зрелище для западных туристов, и мне кажется, он может быть еще более привлекателен для российских путешественников. Чтобы сохранять присутствие на Шпицбергене, Россия продолжает работы на угольной шахте. Но с точки зрения прибыли шахта сильно отстает от местных сувенирных лавок. Предметы советского быта – большой хит у западных туристов. Исчезнувший железный занавес по-прежнему приносит деньги. Эй, ребята, это русская сувенирная лавка, но тут нельзя платить рублями. Только кроны и евро. Местная администрация находится под растущим давлением, целью которого является приведение инфраструктуры в соответствии с современными стандартами. Но вот турфирмы относятся к этим условиям по модернизации с неодобрением. Если вы приезжаете в такое достоверно сохранившееся место, как Баренцбург, оно должно оставаться таким, какое есть. Это часть традиции. Честно говоря, я бы не хотел, чтобы Баренцбург сиял как новенький. Тот факт, что перемены даже к лучшему, не всегда хороши для бизнеса, осознал даже местный музыкальный ансамбль. Когда артисты попытались добавить в свой репертуар современные российские песни, аудитория осталась недовольна. Все, что они хотели – это услышать известные и привычные песни. КОФОТОБЛИ ФАМИЛИЯ Оксана Бойко, РТ, Баренцбург, Шпицбург, и Архипелагу.